Цезарь, крестовые походы, Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Владимир Яковлевич Петрухин. Здравствуйте, Владимир Яковлевич. Здравствуйте. Сегодня мы, наконец-то, начинаем такую большую тему из нескольких передач, о которой я давно мечтал. Мы будем говорить о тех государствах, которые существовали на территории современной России до того, как возникла Российская империя, потом Советский Союз, теперь Российская Федерация. В общем, мы будем говорить о тех государствах, чьими преемниками мы стали. Они зачастую были очень сильно не похожи ни на что, что потом существовало здесь же, на этой территории. И сегодня мы начнём говорить о Хазарском Каганате. Это, с одной стороны, достаточно известная тема, известное государство. С другой стороны, вокруг него очень много наверчанных мифов, сплетен и слухов. И сегодня мы попытаемся в них разобраться, что есть правда, а что нет. И плюс посмотрим, что нам дают в последнее время какие-то новые источники, которые находят историки. Вот, смотрите, Владимир Яковлевич, первое, что я узнал, когда я начал приступать к этой теме, мне сказали, сейчас это археологическая тема. Больше, чем историческая. Почему? Практически всё, что относится к древней истории, это археология, потому что археология обновляет свои источники едва ли не каждые 10 лет. Мы узнаём всё больше и больше. Исторические источники скудны, особенно источники, касающиеся нашей территории, по преимуществу бесписьменной, лишённой письменности. В русской истории письменность возникла только с христианством. Всё, что нам рассказывают о каких-то древних письменах, как правило, дурно пахнущая мистификация. То же самое, можно сказать, и о предсчастниках Руси, тюркских государствах, в том числе Хазарском Каганате, где была письменность руническая, до сих пор нечитаемая. Но этим письмом невозможно было рассказать историю государства. Это была магическая, в основном, письменность, ориентированная на какие-то памятные события, памятные с точки зрения ритуала, скорее, чем с точки зрения истории. Поэтому археология – это главное, это то, что даёт нам представление о повседневной жизни людей, которые создавали государственность, об их городах, если такие города строились, ну и, конечно, об их религии, если мы раскапываем погребальные комплексы. Так что, действительно, больше, ну, несколько сот, уже, по крайней мере, тысяча памятников, которые относятся к хазарской эпохе, известной в нашем степном лесостепном регионе, там, где располагался хазарский Каганат, от Среднего Днепра до Нижней Волги, и от Верховьев Дона до Северного Кавказа. Вот примерно в этих пределах существовала хазария, и жили люди, которые либо сами были хазарами, либо должны были платить дань этому государственному образованию, возникшему где-то в VII-VIII веках Новой Эры, накануне Древней Руси. Ну вот смотрите, вы описали вот, собственно, географию, и эта география уже даёт представление о том, с кем контактировал этот народ, это государство, точнее. И, как мне кажется, там-то достаточно, ну, так должно было быть неплохо описано с соседской стороны вот это государство, потому что там же слева, если смотреть на карту, Византия, с юга там персы, арабы, и всё это письменные цивилизации. Да, конечно. И больше всего о хазарах вроде бы писали восточные источники. Арабские, ну, персидские авторы, которые тоже писали по-арабски в те времена, это была универсальная письменность, общее письмо на Ближнем Востоке. Греки, которые с интересом следили за тем, что там творится у этих, как они говорили, северных варваров, но всё-таки и греки в меньшей гораздо степени знали о хазарах в Западной Европе, всё относились к этим народам с подозрением, как к кочевникам-дикарям, готовым атаковать границы цивилизации, христианской цивилизации на Западе и византийской на Балканах и в Малой Азии. Посему эти источники не очень подробные и, как правило, бывают тенденциозные. Более всего об этих самых хазарах говорит так называемая еврейско-хазарская переписка, уникальные документы, которые сохранились в еврейской письменности, а потом в печатном виде. В эпоху Ренессанса уже были изданы эти источники, которые свидетельствуют об открытии хазарии произошедшем в арабском мире, потому что восток Средиземноморья было поделено между арабами и византийцами. Западная Европа в Италии и в империи Каролингов наблюдал за тем, что происходит на Средиземном море менее активно. Арабы дошли аж до Испании, захватили эту страну. Ну и там дошли слухи до одного из еврейских сановников мусульманского халифа, правившего в Кордове испанскими землями. Его, этого сановника, звали Хиздайбн Шапрут. Не только арабы, но и европейские правители использовали евреев как людей в опытных международных делах, в бизнесе банковском в том числе, ну, то есть в самом его примитивных ранних формах. А посему вместо канцлера, при этом самом мусульманском халифе, удивительная история Средневековья, но вот жили эти люди вместе, умели друг друга понимать. Этот самый Хиздайб Шапрут услышал, что где-то там, далеко за пределами Айкумены, цивилизованных имперских государств, существует страна, где правитель иудей по религии. Это его потрясло. Он сначала не поверил во всё это, решил, что это какие-то пустые байки. Долго не верили в это и учёные, которые читали еврейские документы о хазарах, считая, что всё это выдумки еврейских книжников, которым хотелось показать и своим единоверцам, и всему миру, что у евреев не всё в прошлом, не всё закончилось с разрушением Иерусалимского храма, у них есть собственное государство. Пока купцы не сказали, что да, действительно, существует некая хазария, и там правитель иудей, и не попытался этот хазарий и шапрут связаться с этим правителем, до тех пор сомневались в том, что же там было в этой самой хазарии. Но получил ответ хаздаем шапрут от царя хазар, который именовался Иосифом, был сыном Вениамина, и было ясно, что здесь какая-то действительно иудейская традиция, даже судя по именам. Изумлённый хаздаем шапрут спросил, с какого переляку, говоря неакадемическим языком, вдруг понадобилось этому царю становиться иудеем. И тот написал, честно написал о том, что хазары оказались в состоянии войны с великими державами, которые претендовали на те регионы, где хазары пытались установить свою власть. Всегда спорными регионами, вот тут мы вспоминаем нашу современную историю, было Северное Причерноморье, в том числе Крым. Он принадлежал в те времена Византии, там были давние греческие колонии, но хазары пытались, если не захватить этот полуостров, то хотя бы получить с него деньги. О чём мечтали все кочевники? Ну, а поскольку их богатейшие регионы располагались в предгорьях Дагестана и на Северном Кавказе, рядом с раноязычным народом Аланами, которые жили на западе Северного Кавказа, поскольку это были очень важные регионы, то хазария, как и во все времена другие наследники этой самой хазарии, претендовала на власть над Закавказьем тоже, пытаясь через Дербент, через Дагестан, через Дербентский проход, который назывался «воротами ворот» в этой традиции, в том числе в Хазарской и в Арабской, проникнуть в Закавказье, захватить там богатые области с богатыми городами, и там они столкнулись, как это всегда бывает, один разбойник сталкивается с разбойником, который был поселенее, и в те времена хазары столкнулись там с арабами, которые под зеленым знаменем новой религии, зеленым знаменем пророка Мохаммеда, пытались установить мировой порядок повсюду, куда они доходили, некоторое время не могли справиться арабы с этим, в общем, небольшим народцем из степи, потому что не привыкли бывать в горах, мы это хорошо все понимаем, что такое война в горах, вспоминая даже нашу недавнюю но пришлось собрать все силы, и мы знаем по источникам уже точные даты этих всех событий, в 837, прошу прощения, в 737 году полководец Мирван, будущий халиф Мирван второй с огромной армией вторгся в Закавказье, разбил хазар, хазарский правитель вынужден был бежать и скрыться в дельте Волги, но могу сказать, что самому мне пришлось в поисках тех мест, где мог скрыться хазарский Каган, полетать на вертолете над этой дельтой, могу сказать, что там можно было бы погубить ни одну армию, если не знать, где точно в этих бесконечных протоках в этой гнилой местности прячется враг. Так что не вышло у арабов поймать хазарского Кагана, но нужно было заключать договор. Договор какой-то был заключен, и арабские авторы поздние, которые вспоминали об этой войне, уже в X веке писали, что хазарский Каган решил принять ислам. Ну, вот странное противоречие возникает здесь, как разбираться с этим окажет, наверное, будущее, и здесь, наверное, важна все-таки археология. Вот, но пока ясно изъявляет хазарской переписки, что там творилось на самом деле. На самом деле, конечно, арабы, которые вели не просто войну, а войну священную, и должны были либо обратить сражающихся с ними неверных в ислам, либо уничтожить язычников, ну, опять то, что нам, вот это нам понятно сейчас по деяниям мусульманских радикалов. победители должны были потребовать, чтобы побежденные приняли их веру. Скорее всего, им был дан удовлетворительный ответ, что да, мы готовы это принять. В действительности же дело оказалось похитрее, все это случилось в истории, и вот это и сбивало с толку историков, которые думали, что здесь какой-то исторический анекдот, быть такого не может, потому что царь Иосиф в своем письме этому арабскому сановнику Хаздаю Мишапруту сказал, что к нему явились посланцы от арабов мусульман и от христиан, от византийцев, греков, и каждый из них требовал, чтобы хазары приняли их веру. Это известная история, которая, насколько я понимаю, в хазарском словаре описана. Да, это хазарский словарь Павича, здесь он, конечно же, использует данные еврейской хазарской переписки, но сам этот словарь, это, конечно, литературное изделие, ничего общего с историей в этом нет, и нельзя относиться к этому как к историческому источнику. Можно читать эту переписку, она выложена в интернете, один из замечательных востоковедов, академик каковцев, ну, вот, с такой, ну, кстати говоря, немецкой фамилией по происхождению, он из рода Баронов вот здесь, их опубликовал ее в начале 30-х годов, когда еще можно было заниматься исторической наукой, источниковедением, связанным с такими вот, ну, не вполне марксистскими сюжетами, никак не соотносящимися с формационными теориями, с представлениями марксистов-ленинцев, а тогда и сталинцев, о том, как и что надо изучать в истории. Он это успел опубликовать, с тех пор перестали как-то относиться к этому, к историческому анекдоту, потому что ведь в этой истории хазарский правитель, которого еще звали по-тюркски, по-язычески буланом, что-то вроде оленя или лося, имя степного животного, почитаемого с теми степняками. Он пообещал сначала тайком мусульманину, что он склоняется к исламу, и спросил у него, какую все-таки веру он считает более истинный, христианство или иудаизм. И, конечно, поклонник библейских пророков мусульманин сказал, что иудаизм это религия пророков, Моисей был первым, его миссию продолжил Мухаммед. Тот же вопрос он, этот самый хитроумный булан задал греку, христианину, и получил тот же ответ приблизительно. Ему сказал христианин, что, конечно, ислам это заблуждение, а вот христианство, которое почитает Ветхий Завет как священную книгу, как Библию, это более истинная вера. Так что ничего не оставалось нашему булану, как, вроде бы, признать, что иудаизм это лучшая из возможностей. Он избрал это. То есть, это такой же вопрос выбора веры, как, например, там был у нас. Как Владимир Святой, да, и там, вот это, кстати, единственный во всей нашей исторической литературе случай, когда говорится о явлении хазар-иудеев, ибо в летописи в поисковых лет говорится о том, что к Владимиру пришли жидови-козарстия, ну, в древнерусской традиции слово «жид» означает просто «иудея», ничего приоритивного в этом нет. Так что здесь в этом отношении Владимир оказался наследником Булана, тоже хитрил, тоже не сразу соглашался на то, чтобы принять византийский А вот скажите, как, собственно, к чему изначально считали, что это такой исторический анекдот, а потом, то есть, видимо, как-то проверилась эта информация, почему сейчас относятся к этому сюжету, как к вполне серьёзному рассказу историческому? Ну, с одной стороны, конечно же, были найдены ещё свидетельства того, как принимали иудаизм хазары. Был найден ещё один документ, независимый от еврейско-хазарской переписки, в другом собрании актов, это было, естественно, то письмо, которое относится к древней эпохе, так что там несколько по-иному описывается выбор веры хазарами, но было ясно, что что-то такое происходило, дополнительный источник был найден. Но что касается археологии, то она тут, пожалуй, поставила точку во всех спорах, потому что относительно недавно, в 1999 году, довольно далеко от Хазарии, на острове Готланд посреди Варяжского Балтийского моря был найден клад исламских, мусульманских монет, арабских, дирхимов. Тогда они заменяли на международном рынке в Восточной Европе доллар, вот всем этим серебром были завалены городки и реки на реках и реки Восточной Европы и Скандинавии, это был единый рынок. Среди монет, арабских монет, чекайных правильно, куфические надписи арабские были использованы в качестве штемпелей, но вот эти надписи содержали, некоторые монеты содержали упоминания Моисея, где не Мохаммед объявлялся пророком Всевышнего, а Моисей. Ну, по-арабски это звучало муссар, ассуль Аллах. На обороте этих монет также по-арабски было написано Ардар Хазар, земля Хазар. Хазарский правитель нашел возможность объявить о своем иудаизме и сделать это хитроумным образом, потому что ведь этот его штемпель должны были признавать арабы, потому что с их точки зрения Моисей тоже был пророком, и они не могли отказываться от этой монеты. Так что, не вступая ни в какие конфликты, хитроумный этот самый хазарский правитель чеканил вот эту самую монету, где он демонстрировал свой иудаизм. Ну, вот это, пожалуй, относительно недавний факт хазарской истории, который демонстрирует нам, что исторические анекдоты, это не всегда анекдоты, как правило, приходилось схитрить людям, правителям, которые оказывались между двух огней зажатые, между исламом и христианством. Ну, отчасти это произошло и со Владимиром Святославичем. Ну, добавился ещё и третий тут компонент Западная Европа. Вот опять наша история началась с тех же проблем, к которым она пришла в наше время. А вот смотрите, мы сейчас описали то, как на исторической арене, ну, там, для соседей появились эти хазары, что вот, если по совокупности всех источников и письменных, и археологических, говорит, что мы сейчас знаем о том, откуда вообще взялся этот народ, кем он был по происхождению и как, собственно, возникло у них государство. Ну, мы можем сказать даже по самому имени, оно для нас звучит, ну, примерно так же, как татары, авары, вот само это имя хазары, оно явно тюркское по происхождению и связано с расселением тюркоязычных народов по Великой степи. Отчасти там и живут эти самые народы по сей день, в те времена, в VI-VII веках, когда они расселились от предгория Алтая и до Дуная, они вытеснили ираноязычные народы, хотя Аланы жили бок о бок с ними и были союзниками хазар, и встретили эти самые тюркоязычные племена славян, которые расселялись не в степи, конечно, там было страшновато, когда шли кочевники с мощной кавалерией, то, конечно, селиться просто так было опасно. Все расселялись в лесу, поэтому такая, в общем, довольно бедная славянская жизнь, она связана вот с этой ситуацией, геополитической ситуацией в нашей Евразии и с тем, что происходило в степном поясе. Но вместе с тем славяне смогли договориться и с хазарами, и до них главное было то, чем мы оказываемся наследниками по сей день. Потому что до хазар ситуацией в Северном Причерноморье овладели болгары, тоже тюркоязычный народ, очень близкий хазарам по культуре и по языку. Археологи не в состоянии сейчас отличать собственно хазарские древности от болгарских. Но как только надо было делить власть, самые близкие народы передрались, хазары прогнали часть болгар за Дунай, где их приняли греки, византийцы, с тем, чтобы себя уберечь от хазар. Дали болгарам поселиться во Фракии, где они поселились и по сей день. Фракия была колонизована славянами, болгары быстро перешли на славянский язык, дали государству и народу имя болгары, Болгария. Так это существует и по сей день, несмотря на все катаклизмы, которые происходили на Балканах, удержался болгарский народ своим древним тюркским именем, став славянским, православным, ближайшей по культуре и очень важной для русской истории наш партнер и сосед. То есть, я правильно понимаю, что это Балканах какие-то народы, разноязычные, точнее, и славяне, и славяне, это понятно, славянский язык, это вот так, восточная часть самая славян, потом Аланы, которые ираноязычные, болгары, это тюркоязычные, сами хазары тоже тюрки, кто там еще северный, еще какие-то тюрки наверняка там были. Были и тюрки, да, потому что других болгар несколько орд они разогнали из Северного Прочерноморья, другие болгары ушли не за Дунай, а между речью Волги и Камы. Там возникла знаменитая Болгария Волжско-Камская, партнер и сосед древнерусского государства. Первая эта Болгария приняла удар монголо-татар, вот опять татары-болгары, вот эта вся тюркоязычная лексика нам хорошо знакома. Так что действительно хазары недаром создали Каганат, ибо одним народом правил не Каган, одним народом правил Хан. Каган – имперский титул, который приняли правители тюрков еще на Алтае, они собирались контролировать эти самые Каганы, действительно, имперскую территорию, чуть ли не от Великой Китайской Стены и до Дуная, но, как всегда, такие империи, они долго не выживаются, болгары от них отделились, хазары получили возможность в предгорьях Дагестана создать мощную государственность, они и создали Каганат, разрешив славянам расселиться там, где потом, после ордынского господства, эти самые славяне могли расселиться только уже под защитой казачьих войсковых соединений. Я правильно понимаю, что вот эти славяне, которые входили, ну, там, юго-восточная, получается, часть племен, которые входили в хазарский Каганат, они входили туда на тех же самых правах, что и остальные там, участники, скажем так, этой коалиции, ну, то есть, там, болгары, те же самые, аланы. То есть, это... В общем, да, конечно, потому что заинтересованы были хазары в том, чтобы аланы жили нормально, потому что они умели строить крепости каменные, а славяне могли пахать и давать хлеб. В расцвете экономики заинтересованы были хазарские власти. То есть, это была такая кооперация под, скажем так, общей хазарской крышей, что-то значит. Да, это было имперское объединение, не без проблем, как всегда бывает в империи, где были разные языки и разные проблемы у разных народов. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сейчас рассказали о том, как возник хазарских каганата и о первых веках его существования, а дальше мы поговорим о том, как, собственно, была устроена государственность, войско и как сложились судьбы хазарского каганата. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый вечер. Это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня Владимир Яковлевич Петрухин. Мы говорим о хазарском каганате. Мы уже поговорили в первой части программы о том, как он возник, как он появился на исторической арене. Уже упомянули о войне с арабами, в результате которой центр государства пришлось сместить из Дагестана, поправьте меня, если я не прав, в низове Волги, в район современной Астрахани. И там уже, насколько я понимаю, сложилось вот такое классическое хазарское государство. Как оно было устроено? Давайте начнем сверху. Насколько я понимаю, там не очень была простая система власти, потому что был каган, который был таким официальным правителем, но он был больше похож на какого-то японского императора, который выполнял представительские функции такие религиозные. Да, это еще один из парадоксов Хазарии, который не дает покоя историкам, как это могло быть. Ну, вообще говоря, арабские авторы, которые любили сюжеты вроде «Тысячи одной ночи», рассказывали много чудес о том, что там творится в этих самых варварских краях. В том числе говорили о том, что хакаган не имеет реальной власти, что все в руках у полководца Бека. Сам же он сидит во дворце, его почти не выпускают из этого издачения наружу, но если что-то случается, какое-нибудь бедствие постигает Хазарию, неудача в войне или голод, болезни, то в этом обвиняют кагана и требуют, чтобы его казнили, а на его место был избран другой молодой и удачливый представитель этой верховной власти. А из кого выбирали этих каганов? Существовало целый род. Этот род, собственно, был родом каганов, который вроде бы был действительно связан непосредственными узами с тюркскими каганами, этот род назывался Ашина, с теми тюркскими каганами, которые пытались править всей Евразией из предгория Алтая. А так же из этого рода должны были выбирать кагана, но здесь все-таки есть во всей этой истории некая загадка скорее фольклорного и мифологического содержания, чем исторического. Ну, был знаменитый основатель антропологической Оксфордской школы Сэр Джеймс Джордж Фрейзер, его «Золотую ветвь» читают с удовольствием и будут читать, пока существует интерес к истории. Это классика антропологии. Это классика антропологии, воздействующая на художественную литературу. Вот там говорится о том обычае, согласно которому приносят жертву неудачливого правителя. Иногда его убивает его соперник, это практически ритуальный поединок. Ну, случалось такое, ну, что говорить, что внимательно следили за тем, как относятся к силе, физическому здоровью правителя его жены, приближенные к Гарему. Если эти барышни оставались недовольны, а их было немало, так что сил надо было иметь много этому самому правителю, вот, то все становилось довольно рискованно и действительно с правителем могли расправиться. Но, скорее, все-таки это относится к области такого государственного фольклора. почти повсюду полководцы, которые командовали армией, возглавляли и аппарат исполнительной власти. Армия и была, собственно, этой структурой, которая осуществляла исполнительную власть, потому что, ну, вот тут нужно было насилие, чтобы собирать налоги, надо было быть хорошо вооруженными. То есть, простите, я вас природу, то есть, получается, по современным исследованию выходит, что вот эти все истории, которые рассказывают про Каганов арабские авторы, это, в общем, не более чем миф, как это построено какой-то одной конкретной ситуацией, например. Там же есть много замечательных подробностей о том, что даже если на нем было все хорошо, он доживал до 40 лет, его все равно надо было казнить, что якобы его во время обряд инициации, ну, то есть, когда его интернизация была, так называемая, его там что-то там душили, он должен был произнести в беспамятстве, сколько лет он будет править, после этого его казнили. Вот эти вот все такие сочные детали кинематографические, это все выдумки арабских авторов? Это не выдумки, я думаю, что это, кроме того, еще государственная идеология. Дело в том, что такие рассказы ходили и о правителях Хазарского Каганата. Китайцы рассказывали о том, что там творилось, но когда дело доходило до реальности, когда восставали против неудачливого Кагана, то не к ритуальной казни все сводилось, а к тому, что мы знаем по сей день. Гражданская война начиналась между противоборствующими партиями. Ничего ритуального здесь не было, и, конечно, едва ли такое и возможно было, едва ли Каган сидел и ждал, когда его придушат, случись что. Так что, скорее всего, это такая красивая государственная сказка, я все готов отдать ради своего народа, если вам плохо, возьмите мою жизнь. Даже это, пожалуй, было не так важно, а важно было другое. Важно было продемонстрировать, что ты действительно полновластный правитель, первым делом ты легитимен, поскольку твоя власть благословенно свыше, она гарантирована правильной религией, и вот тут главная проблема и начинает высвечиваться все та же проблема иудаизма, потому что, конечно, для иудеев каковым должны были быть и Каган, и Бек, который, глава исполнителя власти, должен был его казнить. Никаких этих человеческих жертвоприношений ни в какой период невозможно было представить, это было невозможно. Возможно, были вот эти фольклорные байки о том, что я готов всем пожертвовать ради моего народа. Ну, и, пожалуй, другое еще одно забавное обстоятельство, которое во многом унаследовали русские правители, это то, что Каган, принявший иудаизм, должен был не только имя поменять свое тюркское на еврейское, были имена там Аарон, Абадия, Вениамин, Иосиф, вот последний автор всех писем, нормальные имена, но при этом тот, кто принимал иудаизм, должен был считать себя потомком Авраама. И вот хазарский Каган в своем официальном письме еврею Хаздаюм Шапруту писал, что он не потомок Авраама, он потомок знатного тюркского рода. Он не еврей по происхождению. Это было очень важно, потому что только легитимно представители этого рода Ашина могли признавать как Кагана все разные народы, подчинявшиеся Хазарам, которые не были иудеями и которые не понимали, что нужно этой самой религии богоизбранного народа. Но важно было им объяснить, что их правитель все равно легитимен. Поэтому все эти очень архаические, никак не совместимые с иудаизмом мифы культивировались, культивировались властью того же самого Кагана. Но при этом, конечно же, Бек возглавлял исполнительную власть и случись, что, конечно, он мог воспользоваться этим мифом и неугодного ему Кагана убрать. Случалось это или нет, мы не знаем из источников. Очень часто пытаются мои коллеги продемонстрировать, что иудаизм повсюду губителен и погубил этот самый иудаизм Хазарский Каганат. вот, потому что Бек хитрый иудей захватил власть, превратив Кагана в своего заложника, правило от его имени, но, увы, из источников собственно Хазарских известно, что ни Каган, ни Бек, будучи тюрками-аристократами, не были их деями по происхождению. Так что здесь мы имеем дело вот с таким государственным мифом о правителе, который жизнь свою готов отдать за подданных. Хорошо, а как вот по археологическим данным, по другим источникам, как вообще было устроено государство? Ну, условно, вот мы знаем, что была где-то столица, да, там, внизу в Волге. Как она выглядела? Действительно они жили во дворцах или это было, ну, такое стойбище кочевое? Что это было? Ну, вот здесь они должны были конечно же жить нормальным цивилизованным образом жизни, но сохраняли свою тюркскую традицию. Каган по своему домену въезжал летом в степь в цветущую, где было хорошо, где было свежо, тогда он наверняка жил в своих юртах, в шатрах, но научились Хазар довольно быстро при помощи Аланов строить города, и вот с этим связаны последние археологические открытия, и, пожалуй, главным здесь из современных археологов и моих коллег оказался Валерий Сергеевич Флёров, который довольно занудно ездил по всем хазарским крепостям, на раскопке денег нет сейчас, увы, наша общая проблема, но он занудно измерял кирпичи, то, что осталось, все подбирал осколки, всё, что можно, он собрал и выяснил удивительную вещь. Кирпичи, конечно, требовали особых навыков строительства городского, это хорошо умели делать рядом византийцы и в Крыму, и, конечно, в самом Константинополе, нам известно, что вокруг 1840-го года Каган и Бек, вот тут они вместе действовали, попросили у византийцев, чтобы они построили крепость Саркел на Дону, византийцы согласились, отправили архитектора, крепость была построена, она была исследована Михаилом Ларионовичем Артамоновым, директором Эрмитажа, на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века, вот наша, что удивительная история советская, когда страна, в общем, еще голодала в послевоенной разрухе, на археологию давали деньги, не для того, чтобы процветала наука, а для того, чтобы показать, что мы самые древние и что у нас все не хуже, чем у других. Артамонов раскопал самую крепость, ее затопило Цемлянское море, а с другой стороны, на правом берегу Дона, была другая крепость, которая уцелела до наших дней, ее раскапывали, но целиком раскопать, конечно, сил не хватало, и последние наши усилия, там мы ползали с Флеровым по берегу Крутому, который сыпался в Цемлянское море, вместе с остатками этой крепости, рискуя свернуть себе шею, пытались подбирать там какие-то белокаменные блоки, из которых была построена эта крепость, не из кирпича, и мы думали, что вот, с одной стороны, византийская кирпичная крепость, с другой стороны, белокаменная крепость, саркел, он так и переводится, как белая башня, белая крепость, предполагая, что там использовался такой светлый кирпич, или местный известняк, блестящий на солнце, слепящий на солнце, если он хорошо обработан, но внутри, за этими стенами, обнаружена была черепица византийская, это означало, что хазарские города внутри отнюдь не состояли из этих самых юртообразных жилищ, не из шатров примитивных, из жертей, построенных и крытыми, бог знает чем, а были крыты нормальной черепицей, то есть, по византийскому образцу строились эти самые хазарские города. Ну, пожалуй, это не самое удивительное для нас, всё-таки, пожалуй, вот если есть какой-то урок истории хазарской, вот этот урок заключается в том, что в этих городах, в том числе в Итили, и в северокавказских городах, бок о бок жили представители тех споривших общин, которых так вот сумел перехитрить правитель Булан. Ну, жили и иудеи, конечно же, Каган и Бек в дворцах, построенных из кирпича, как пишут арабы. В основном в Итили жили уже мусульмане. Насколько я понимаю, вообще, в принципе, иудаизм приняла только самая верхушка государства, то есть, это не было самой распространенной религией в стране. Ну, конечно, и смысл его был в том, что принимать этот иудаизм могут только те, которые сознательно на это пошли, то есть, какие-то политически ответственные лидеры, чтобы иметь возможность манёвра, не подчиняться ни арабам, ни грекам, они на это пошли. И не надо было устраивать гражданской войны, всех обращать в иудаизм, потому что, ну, насильственно это невозможно и с точки зрения канона иудейского, да и с точки зрения того, какие возможности были у самого Кагана. Так что, и здесь, в этих городах, бок о бок, жили иудеи, мусульмане, и христиане, и язычники даже, все были допущены, поскольку все они были гражданами Хазарского Каганата, люди, которые не могли жить бок о бок, если операции исключительно религиозные передрассудки, вот здесь смогли жить, это был путь к цивилизации, к городской культуре, тот путь, на который вступила Хазария, и который, ну, до определенной степени унаследовали именно от Хазарии Русь, потому что часть русских городов, в том числе и Киев, подчинялись в какой-то момент Хазарам, пока правители, призванные в Новгород из-за моря, из-за Варяжского, не устроили там свой порядок, но и тут все равно они должны были до какой-то степени все-таки смиряться с наличием разноплеменного и относящегося к разным конфессиям населения. А насколько я понимаю, Хазары, они же напрямую уграничили с византийскими землями в Крыму и вообще на западной части своего государства, и в эпоху расцвета, то есть, в девятом, наверное, веке, они, в общем, вполне себя уютно чувствовали на международной арене, потому что, насколько я понимаю, там даже были какие-то династические браки с императорами византийскими, к ним прибегали за помощью во время смут очередных в Византии. Ну, конечно, ну, конечно, да, известны были браки, но, правда, в тот период, когда не приняли на хазар иудаизма, потому что, конечно, да, конечно, вступать в брак с аудеем с точки зрения христианского канона было невозможно. Вот, а так хазарские дамы могли принимать христианство, если уж они хотели стать византийками, так что договоренность такая была, до сих пор мы не можем понять, что там было на самом деле с этим Крымом, потому что по некоторым источникам там была хазарская администрация, так что мои в этом, в Крыму и даже в Херсонессе мои коллеги даже придумали термин кондоминиум, то есть совместное управление этим самым Крымом. Кстати, с Крымом это нередко случалось, у нас же часто прибрежная полоса это одно государство, там какие-нибудь генуэсты им владеют, я прямо более поздние времена, горные готи, там готы сидят, это отдельное государство, а в степной Крым, он всегда какой-то в степной и кочевой. Ну, конечно, да, ну, и там был кондоминиум, когда формально Крым оказался под властью османских султанов, а крымские ханы гиреи признавались царями в Москве и в Литве тоже, они были потомкой Чингисхана, поэтому были царями. Ну, это вот отдельная история Каганы, титул был тоже престижный и первый русский митрополит Иларион называет Каганами Владимира Святославича, крестившего русскую землю, и его сына Ярослава Мудрого. Этот титул, на этот титул они могли претендовать, поскольку с Каганатом справился их предок Святослав Игоревич, отец Владимира. А вот на царский титул, на титул императора они претендовать не могли, император был в Византии, он был один. Так что вот отчасти наследниками Хазарии оказалось крещённое уже русское государство. Хорошо. Как там была устроена экономика? Это, насколько я понимаю, сложная была конгломерация кочевого населения, оседлого населения, как это всё было устроено, как собирались налоги, за счёт чего собственно жило государство? Я так понимаю, как всегда бывает с кочевыми всякими империями, поначалу наверняка основной источник дохода это грабёж, а потом? Ну, что касается налогов, то это всегда самая сложная проблема, как собираются налоги сейчас, это довольно скользкая тема, ну и в те времена, конечно, тоже это была проблема, поэтому Бек, конечно, глава армии, полководец, был главной фигурой второй после Кагана, вот он и мог собирать эти самые налоги, ну и по всей вероятности во время наездов, возможно, именно вот эти армейские контингенты довольно сильно сохраняли и кочевой элемент в своей культуре, они должны были быть подвижными, но в принципе хазарские поселения это поселения земледельческие, хазары довольно быстро научились земледелию, как и болгары, аланы были земледельцами издревле, так что экономика была смешанной с преобладанием всё-таки земледельческого элемента, с примитивными городами, ну и вот эти монеты, монеты, это удивительно, конечно, для хазары, вообще для Восточной Европы история, как-то вот мы были ориентированы на внешние рынки всегда, ну нефтянки тогда не было, тогда вывозили рабов и меха, почему хазары должны были претендовать на лесную зону Восточной Европы, оттуда меха добывались, чтобы реализовать это на рынках, вот это серебро непрерывным потоком двигалось через хазарью, я так понимаю, там вообще в Хазарии это же очень удобное место, вот этот вот Северный Кавказ, Причерноморье, Прикаспийские степи, там вообще очень много путей из разных сторон проходило. Ну да, ну пути-то главные были все равно речные, вот это было удачно, и по этим речкам, в основном Дон, Дон был, конечно, центральной, такой осью хазарского каганата, Волга, шла туда дальше, но там сидели болгары, принявшие, кстати говоря, ислам в начале X века, чтобы отличаться от этих самых хазар-иудеев, хотя признавали Кагана их верховным правителем, так что все было на этих путях не так просто, главное, что, конечно же, этими путями и Днепром, в киевском течении, средним Днепром владели хазары, и Доном почти всем, хотя на Дон разрешили поселиться там, в Донском бассейне и славянам, и Волгой. Вот этими коммуникациями международными владели хазары, и тут-то они оказались, как писал наш великий поэт, неразумными. Неразумно было оказываться на пути установящегося русского государства. Хотя оно вроде как было правовым, призвали же князей, чтобы они правили по ряду, по праву, чтобы все было хорошо, но эти князья, конечно, не любили тоже платить налогов, а вот пошлины хазары брали, брали десятину с проходящих купцов. Это было довольно просто. На речках иногда меня спрашивают, как это могли сделать, да просто два плота с веревками натянутыми поперек реки, и ладьи речные не пройдут так просто. Они скопятся, будет пробка, трафик такой, ранне-средневековый, вот тут-то с них можно взять всё, что угодно. Платили, платили и русские купцы древние, эту самую десятину, не только Кагану, но и императору Византии тоже платили. Но в Византии им было чем поживиться, а вот хазары вроде как паразитировали, только благодаря тому, что они владели этими коммуникациями, они могли брать деньги с проезжающих и проходящих купцов. Так что вот тут возникла идея, потому что надо отмстить неразумным хазарам. В русских источниках эта идея не существует, она была сформулирована Пушкиным вслед за Карамзиным. А откуда взяли это Пушкин с Карамзиным? Вопрос возникает. Ну, взяли в конце концов оттуда, что как только вещий Олег после смерти в Новгороде Рюрика добрался до Киева, поближе туда, к Византии, чтобы разобраться с этим налогообложением. Он тут же сказал славянским племенам, которые платили дань хазарам, не платите им, я их противник, платите мне. Я много не возьму, но вроде как брал он там по щелегу, по серебряной монете с хозяйства славянского. Всё равно вот даже тут в русских источниках сохранилось представление о монетной экономике. Это, конечно, не была товароденежная экономика, ни банкоматов, ни банков не было. И в хазаре очень мало этих самых монет, потому что хазары, будучи, да, таким народом всё-таки не очень развитым экономически, серебро это использовали для того, чтобы увешивать своих, ну, естественно, жён серебряными циадскими. Ну и следующее по важности для них было существо в их жизни. Конь. Это конь, конечно. Вот, значит, всё на женщины, на коней, вот это и шло. Ну, то есть, получается, хазары просто проиграли, скажем так, ну, я не знаю, что как экономически, военно, просто они проиграли другому сильному государству, которое в этот момент возникало на пути из варяг в греки и получило благодаря, в том числе, благодаря крещению, ещё и помощь Византии. И, собственно, тут и начались наши сложные взаимоотношения, и, так я понимаю, Святослав, а потом Владимир их добили. Ну, не только помощь Византии, там из-за Волги сидели, конечно, ещё люди, которые родственные по языку, агузы, тюрки, которые хотели, чтобы всё было справедливо, чтобы у них тоже было серебро, у них тоже есть лошади и жёны. Так что, агузы не меньшую роль сыграли с печенегами в разгроме Хазарии, чем Святослав и русские князья. Но это была степь, проходной двор. То есть, в общем, геополитическая ситуация сложилась против них. С севера придавили новые русские князья, которые образовывали своё государство, с востока, с запада Византия немножко, там с востока агузы, и, в общем, всё так и развалилось. Так что, да. Сколько в общей сложности? 300 лет, я так понимаю, или 400 лет в активной фазе существовало Хазарский? Ну, где-то, да, с первого упоминания первой половины VI века и к 960-м годам, к 60-м годам X века прекратилось существование Хазарское государство как Каганат уж во всяком случае. Спасибо большое, Владимир Яковлевич. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня говорили о Хазарском Каганате, о том, как он возник, как существовал и как, собственно, развалился. Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях, там появляется не только много дополнительной информации, но ещё и стенограммы наших бесед. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 20.00. Меня зовут Михаил Родин. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...